Всем привет, с вами Дмитрий, это канал Кота ТВ, и сегодня я проведу краткий обзор событий версии 1.3 в нашей игре Fension Impact. Так, начну я с квестиков. С этим обновлением заехали три квестика. Сокровища долины Тиньсю, даже горы дрожат и идеальный снимок. Так, теперь покажу, покажу на карте, аккуратненько. Первый квестик, сокровища долины Тиньсю, берется возле гиги из кальций и переключений. Квестик несложный, по окончанию квестика мы получаем параметрический призыватель. Чуть позже расскажу, как его использовать. Даже горы дрожат. Начинается квестик где-то в этой области примерно. Идем убиваем гео Вишапа. Возвращаемся, выполняем этот квестик. Все, ничего сложного там. Как бы все три квестика, которые пришли, по ним почти нет вопросов. Ну, по крайней мере, по первым двум, которые я сейчас перечислил. Теперь по поводу квеста идеальный снимок. Я так понимаю, этот квест начинается вот здесь, заканчивается этот квест. По окончанию этого ивента там еще будет возможность делать какие-то волшебные снимки с помощью этой фотокамеры, если я правильно понял. Так, сейчас, секундочку. Допустим, если у нас по этой обычной фотокамере делаются обычные снимки, то я так подозреваю, точнее я так думаю, что эта камера у нас останется. И с нее можно делать какие-то там, не знаю, фотошопные снимки. Ну, типа того. Ну, типа там, там, сглашивание, там еще что-то такое. Ну, в принципе, видимо, время покажет. Так. Теперь, теперь, теперь идем дальше. По поводу параметрического призывателя и преобразователя. И как его использовать. Так. Значит, параметрический преобразователь. Смотрите. Использовать его можно раз в 7 дней. Используются там любые предметы. Там, не знаю, закатники, яблоки. Да, все, что хотите. Там, не знаю. Я использовал сегодня хрупкие останки. Потому что мне дохера, и девать на них некуда. И я решил их использовать. То есть, хрупкие останки из зеленого, они получаются в качестве 1 к 1 используются. Крепкие останки, там, вроде бы, 2 к 1 используются. То есть, там, вместо 150, 75 или 50. Ну, в общем, сами посмотрите, сами преобразуете. Награды рандомные, возможно, и нет. Пока же это время. Возможно, какие-то умельцы сделают, составят список, да, из каких предметов, какие ресурсы можно получить. В данный момент, я считаю, что это просто чисто родном. Какие-то 2 предмета, они, типа, там, не знаю, мора и, там, книжки получаются, ну, статические. А остальные все они рандомные. Вот. Теперь, 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 теперь. По поводу конвертации и пыли азота. Так, секундочку. Да, с этим обновлением появилась одна хорошенькая штучка. Это конвертация. Для которой нам нужно пыли азота. Да, сейчас сразу покажу, где берется пыль азота, если у кого-то возникли с этими вопросы, да. Заходим в молитву, магазин, обмен звездной пыли, да. И вот она, наша пыль азота. Покупаем пыль азота. Нюхаем ее, получаем камни другого цвета. Так. В принципе, в принципе, там, там, там ничего сложного, да. Допустим, если, я не знаю, мне нужен зеленый камень, да, я беру такой камень. Допустим, если у меня их много, да. Соответственно, получаю другой камень, который мне нужен. Все. И это, опять же, если у нас мы имеем какие-то ресурсы лишние, и мы хотим преобразовать одни ресурсы с других. Ну и сами понимаете, если у вас каких-то, вы хотите определенные ресурсы получить, да, а у вас нету первого конвертационного предмета, то это придется несколько конвертаций сделать. А это уже дополнительные ресурсы. Так что, надо ли оно, смотрите сами. Так. И по поводу, по поводу, по поводу. Ивентика сразу хотел сказать. Возможно, у вас тоже возникнут вопросы. Опять оценка фортуны, красный предмет и как найти остальные, допустим, да. На самом деле, все очень просто. Фотографировать можно любой предмет. Допустим, не знаю, 10 яблок, 10 каменных, ой, каменных, я говорю, каменных, а, витерных астр. Так, секундочку. Где-то, да. Витряные астры, там, я не знаю, помидоры, да все, что хотите. Красный предмет любой выбираете. Неважно, можно 10 яблок, 10 этих. Можно все по разу сфоткать, да, какие захотите. Все зависит от вашего настроения. Вот. Один и тот же предмет нельзя два раза фотографировать. То есть, можно, допустим, висеть на зерве 4 яблока, можно 4 яблока. Соответственно, вам еще 6 красных предметов нужно будет найти и сфотографировать. Получаем мы снимки не конкретно красные, да, получаем мы снимки все рандомные. В этом, наверное, и будет какая-то сложность заключаться. Возможно, и нет, потому что у меня, в принципе, собралось на один подарочек нужное количество снимков. Возможно, нам придется потом обмениваться с нашими друзьями, там, если у вас нет друзей, ставьте лайки, дизлайки, отписки, подписки и так далее. Ну, в общем, у меня поняли. Так. Та-та-та-та-там. В принципе, в принципе, напишите на форум, я не знаю, там, на какой-нибудь, на любой, где вы там общаетесь, идите. Там, на основной группе геншина, что вы обменяете на фотографии. Ну, на сути, в общем. Так, по поводу, по поводу фотографии, еще что хотел сказать. А, фотографируя красный предмет, вы получаете рандомный цвет, да, не только конкретно вот такой, да. Вы получаете все, ну, один, одна фотография, один цвет, да. Получаем все по одной и можем обменять. Всего нужно произвести за время ивента 8 обменов. Вот. В принципе, в принципе, наверное, на этом все. Вроде бы я все рассказал, все показал, все, что новенькое у нас пришло и произошло, да. Ну, не буду, конечно, там, обозревать, рассказывать, там, не знаю, про защитника Якса. Это сделают другие умельцы, так как я не планирую получать этого персонажа. Но я вполне доволен моей ганьюнь, которую я под конец ивента все-таки сумел получить. И очень этому раду и доволен. Новый ветряной перс меня, если честно, не очень впечатляет. Я думаю, лучше подкопить, не знаю, на следующего или на кли, там, на дополнительные, там, ресурсы, артефакты. Ну, в общем, в общем-то и все. Всем спасибо, кто смотрел. Ставьте лайки, дизлайки, подписки, подписки, комментарии под видео. Там все, что хотите, ребят. Все. Всем спасибо, кто смотрел. Пока-пока и приходите снова.